Так, в начале я задаю вопросы. Так, смотреть в глаза. Вот. Итак, откуда вы? Сайногорская. Так, какое у вас образование? Это нужно. Средне-специальное образование. Какая специальность? Химик-лаборант. Работаю на заводе. На заводе? Я сам ветеран завода. Так, отлично. Смотрите. Значит, с вами легко общаться. Почему? Именно потому, что вы химик. Это очень близкая специальность к садам. Вы знаете об этом? Вы знаете, что такое пашпочевы, да? А, ну... Вот, с вами легко общаться. Итак, смотрите. И вы прекрасно поймете мою терминологию. Итак, существует болезнь, которой присвоили название «черный рак». Это вы рядом с этой дамой. А, представьтесь, пожалуйста. А, Светлана Викторовна. Светлана Викторовна. Вот рядом стоит ваша мама. Она спросила, почему гибнут яблони. Значит, общепринятое мнение обывательское неправильное, что это черный рак. Черный рак это... Я отвечаю на ее вопрос. То, что у вас по всей майне гибнут деревья. Черный рак это грибковое заболевание. Это даже не заболевание. Грибы не едят живую ткань. Грибы едят мертвую ткань. То есть, вы сперва калечите дерево. Все деревья в наших краях это мигранты. Проходят 5, 10, 20 лет. Они покрываются страшными ранами. Мы их называем... Это на ваш вопрос отвечаю. Мы их называем или солнечными ожогами, или морозобойными. Вот. Они, естественно, частично покрываются уже мертвой тканью. На мертвую ткань садятся споры грибов. И это их питательная среда. Вот. На самом деле, 10 лет назад пришла страшная беда в наш лучший район. Садовый. Мира. Нет. Северная половина мира. Сюда входит Монголия, Казахстан, даже Украина, Белоруссия. Это Прибалтика, Норвегия. Все это северная часть мира. И везде и всюду, по своей семье, у нас были лучшие сады. У нас в Сеногорске. Вы там не верите? Вы же с Майной. Майной бывший центр. Когда приехали, да, так и было. Да, да. Потом вас научили убивать деревья. И первая причина, почему вдруг массово уничтожаются деревья, люди насчитались вот этих дебильных советов. Дерево густо растет, осветлить, часть веток вырезать, скелетные ветки нижние вырезать, вот, растут вниз вырезать. Вот это геодетизм, дерево как будто не знает, куда ему расти. Понимаете? Вот. И все это вырезать, вырезать. А оно покрывается, раны на кольцо, страшными ранами покрывается. И все. Это банальная причина. И из-за этого Маша Майна перестала быть центром садоводства. Лично я по приглашениям паническим нашел сотни деревьев, уничтоженных просто так, собственными руками. Потом добавилась эта самая, так называемая, борьба с муравьями. Для этого штамбы покрывали без всякой защиты, так называемым этим самым, клеем, который предначат, вообще-то, для тараканов. Так? А его начали использовать и рекламировать для того, чтобы защитить якобы деревья от муравьев. От главных защитников, от главных помощников садовода. Вот. Штамбы гнили, и я таких там тоже обнаружил, только за один день я обнаружил около 50 деревьев мертвых. А умножьте это все, я видел-то всего несколько садов. Страшная беда. И, но, самое главное, бесконтрольное привоз и продажа импортных саженцев привело к тому, что сюда пришла болезнь уже, и я ее назвал неофициально, потому что официально наука так ничего и не поняла. А она и не искала. Она бы нашла, но она и не искала. Нет. Приехали с Красноярска, приезжали ко мне, а это были мои гости, они искали в моем саду, не нашли. И начали искать. А самое главное, вот эта массовая гибель уже заканчивается. И они, я это назвал бактериальный рак, название условное, просто страшное название, но условное. Бактериальный, то есть от него защиты нет. И кое-кто из моих друзей пробовал антибиотиками лечить деревья. Ничего не получилось. Вот ответ на ваш вопрос. Задача такая. Сейчас, идемте сюда. Вот. А я смотрю, на вашем участке не побелены деревья. Вот именно. Их нельзя белить. Опа, опа. Вот, 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 началось. А вы заметили, наоборот, что немножко ожили вот уже в прошлом году. После чего? После побелки? Да, после побелки. Вот смотрите, сейчас идет обновление. Вот это новая сорта. Они прошли несколько поколений. Так, их уже этот бактериальный рак не берет. Мы можем пройтись в помыву саду. Но сегодня я не хочу ходить. Сейчас это все выглядит так бледно. Ну, покажу, ладно, покажу хотя бы. Хотя бы, хотя бы. Вот, видите, это я не вам. Вот. Прекрасное цветение, да. И то еще со страхом жду, знаете, что? Замороз. Замороз, да, вот это. А уже когда будет полное цветение, и то еще я буду ходить, гордо показывать, и все равно внутри будет жить страх. На 9 мая было минус 10? Угу. Несколько лет назад. Снега выше колена было. Угу. И абрикосов не было ни у кого. Да. И против этого мы бессильны. Возвращаясь к этой теме. Идет обновление. Вы видите, если это Жигулевская, а Жигулевская по всем садам практически погибли. Врослые деревья. Причем гибли, это, угасали за один сезон. Весна пришла, осень они не живы, собрали ворожай, весна пришла не мертвая. Вот. Я ее назвал болезнь бактериальной. Не вникаю в детали, потому что у меня нет 30-го анализа. А вы как раз, почему я именно с вами об этом разговариваю? Да потому что вы химик, вы меня понимаете. Вот. И вам легко вот эту идею усвоить. А то все валит на грибы. Хотите покажу грибы? Сейчас. И вот эти грибы. А, во-во, пойдемте. Это черешня. Так. Вот. Есть здесь не место. Это Сибирь. Какая может быть черешня в Сибири, когда здесь из трех лет хотя бы один, но сорок градусов было. Так. Вспоминаем. Вот. И грибы поселяются только там, где уже мертвая ткань. А оно неизбежно. Неизбежно. Видите. Но зацветает. Смотрите внимательно. Да, там набирает. А, вот видите. Самое главное, вы про грибы спросили, самое главное, это то, что нельзя к ним прикасаться даже. Ничего нельзя обдирать. Все это глупость. Это страшная вещь, которая привела к тому, что люди своими руками скребки по металлу, шпатели, напильники, с чем, ой, Господи, что только не творят, чтобы взять, обнажить ткань, и чтобы дерево погибло. Вот. Каждый берет свое. Это будет защита. Это не защита. Это просто неизбежно. Это как... Они симбионты. Каждый ест свое. Дерево питается почвой. Гриб питается мертвичиной. Он берет свое. Не то, что это хорошо. Лучше бы не было грибу. Но раз есть гриб, значит, дерево больно. Но оно умирает не сразу. В таких случаях самое главное не прикасаться к нему вообще. Пойдемте, я покажу страшную рану, и вы поймете, насколько все серьезно. Как лечится дерево? Самое главное не подходить, не лечить, не вырезать мертвые ткани. Смотрите, еще одно черешно. Давайте смотреть. Зацветает? Смотрите внимательно. Ага. Ну, я ничего не выдумываю. Это тоже черешно, которое здесь вообще не должно быть. Черемушка, как аномальное тепло, там еще можно. А это предел. Но какой предел? Страшнейшая морозобойная, разорвало. Я к ней не прикасался. Смотрите, дерево лечится само. Вот и все. Ответил на вопрос. Теперь, самое главное, что я хочу сказать. Когда вы, вы же приехали засаживаться, или что, не путали? А, погрузили. Ну, вас то есть такие же. Самое главное, вот, может, за сердце не хватались, когда вам отрезали вот это, верхушки? Ну, нет. Слава Богу, значит, у вас крепкие нервы. А то бывало, меня хватали за руки, пиливали долг, уговаривали, мы сами обрежем, ну, чтобы не резать, чтобы обмануть. Нет, да. Приживаемость только, а у вас еще горшка. Там мощный, прекрасный ком, и все равно, все равно, видите, это обязательно, оно должно быть обрезано, часть кроны, тогда лучше приживется. Это, я говорю, не вам, а для всех. Посмотрите на эту красоту. На второй год цветы, видите? Уже. Это не потому, что обычно, когда цветы, это плохо, давай обрывать. Наша задача, не подходить к ним, она сама решит. Несколько, будет несколько плодиков, будет, скорее всего, сбросит это все. Пересадка, стресс, сбрасывает это, это пустоцвет. Вот это хотел сказать, да? Дальше, найти бы мне здесь, опять же, для всех. Единственный питомник в России, где делаются вот эти пятна. Вот оно, видите? Да, помечено. Помечено так, что если пятно смотрит на Майинскую ГЭС и на Сайно-Шушинскую ГЭС, так же будет посажено. Значит, вот это место обжигается солнцем со стороны пятнышка, так? И здесь как мы их называем, годовые кольца, так? Расстояние вот такое. А с севера обжигается ветрами, так? Там защита больше. Здесь защита от солнца, помните солнечные ожоги? А здесь защита от морозов. Север-юг. Ну, запад-восток относительно. Вот. Поэтому вот это пятно имеет важнейшее значение. То есть лучше на Майинскую ГЭС, да? Не лучше, а вот как выкопали, так и садим. Вот. Вот этот момент очень важный. Ну и потом часть саженцев продается в открытой корневой системе. Посылку вот так не отправишь. Это уже всем говорю, не вам. Значит, прямо с горшков вытряхивается. Бывает так, что без горшков уже нет, выкопаны все. Вытряхивается. А что делать? А это же пятнышко показывает, где граница земля-воздух. Это очень важно. Еще вот этот момент. Ну что, еще момент. Придет время, и у вас начнут отсыхать ветки. Вот эта груша, ветеран, почему она довольно маленькая, почему она такая выглядит? Потому что с нее взято не меньше 500 циренков на прививку. Это страшный стресс, это страшное, это маточное дерево, которое ей уже надо отправить на пенсию. Уже отправлено, уже больше не берем. Видите, ветки. Мы не трогали эти ветки. Смотрите. То есть их не надо срезать, да? Пусть... Нет, мы ее на пенсию отправили, это дерево. Пусть заживает человек. Ей надо бы еще какой-то диплом, орден, какой-нибудь это, спасибо за... Кормились. Вот это есть маточное дерево. Но главное, у нее со временем начали отсыхать нижние скелетные вески. Просто отсыхать. Ну сколько можно было с них брать-то, чередков? Так, ну что, сейчас, одну секунду, я просто попрошу разговор отложить. Прошу прощения, я сейчас снимаю фильм в саду, у себя. Можно позвонить? Ну, через 20 минут или что-нибудь срочное? Пожалуйста. А вы вообще надолго то, и тоже на работу? А все, дело в том, что не надо было задавать вопрос, кто первый начал? Мы же делали прививку, чтобы вы нам показали, как... А теперь пойдемте, ай, прививку, а теперь давайте так, это важное дело. Чтобы показать прививку, мне нужно сесть и начать прививать. Вы собираетесь уезжать. Я вам предлагаю, пойдем сюда. Нет. А у вас есть еще, да? А как же, только простите, это мой хлеб. Сейчас я вам кое-что покажу. Причем, берет обычно один из 20-ти, из 30-ти. Остальные говорят, а вы нас так бесплатно научите. Вот. Вот эта вот книга, вот, здесь для Нобелевской премии написано так, что не только вы химик, а любой человек поймет, даже школьник. Стоит всего 600 рублей. Часть материалов, которые вам нужно дать в саду, здесь. Но это для продвинутых, вроде вас. Да. Нет, я еще, я начинаю еще с удовольствия. не в этом. Дело в образовании, вас образование позволяет. Вот. Причем, я уже понял, вы не хотите ее брать. Смотрим дальше. Минуточку. Сейчас поймете, что такое мои богатства. Вот. Вы сказали про прививку, так? Значит, вот это вот. мы сейчас берем, мы сейчас берем лезвие сюда, открываем. Вот такой диск стоит 300 рублей, неразначительно. Самое главное, сейчас и скажу. это вычитать. лезвие сюда. Ну, так, что же с вами делать? Весь город положил сейф, супер нож, то есть специальные импорты. У Сергея еще лучше нож, первый Зеленгин. Он его тоже тут не держит. А, это такой нож, что... Ну, получается показать, а перочинным нельзя. Знаете как? Прививка делается одним движением ножа. То есть косой средств. Раз. Дочь так и говорила. А этот нож, обычный перочинный или столовый, как его не точи, раз, сильно длинный, раз, сильно короткий, раз, черенок заканчивается. Вот уже начинается. Надо, самое главное, я вам скажу, будете заниматься, вот это черенок, ну, назовем его стандартный. Так. Размер, толщина с карандаш и как раз по двое бы все такие. Значит, самая ценная часть, вот это. Так, потом вот это и все. Остальное выбрасывается, вот это. Ни в коем случае. А вам обычно продают, где бы там, или дарят, вот эту часть, вот эту верхнюю, которая никуда не годится. Она родилась в середине лета, она не годится. А нижняя часть, обычно парочку, мы берем, остальное выбрасываем. Так. Вот эту часть берем и вот эту. Но, когда начинаешь плохим ножом, раз, сильно длинная, раз, сильно короткая, а ветка короче, 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 и, наконец, сделал прививку в отток, и у вас вместо саженца, у меня получается, двухметровый, с мощным скелетом и с цветочными почками. Но это когда себе. Вы знаете, что такое сущий товар? Сущные изделия, вернее. А то, что я вам показывал, на второй год светение, у меня обычно на первой. А когда шерпотреп, вот эти, ну, даже на второй год, это уже чудо, что на второй год уже можно попробовать плоды. Но, еще раз говорю, одним движением ножа научитесь, вот так, вот так, один движением. И тогда у вас действительно будет это, настоящий черенок, а значит, будет настоящий саженец. Но таких советов несколько сотен. Я рассказывал в Москве три полных дня, вот это вот, а вы говорите, научите. Вот сейчас прям сел и научил. В общем, мы с вами разошлись по нулям. Я на вас не заработал, и вы ничего не узнали. Нет, я вам все-таки сказал по цене черенка. У вас время мало, поэтому и все. Еще посудить поехали. как надо успеть. Ничего, Сергей, связывайтесь, он будет привать, и вы стойте у него на душу, и тогда вы станете профессионалом. Понятно. Вот, я вас сейчас провожу, но, напоследок, еще раз. Вот это вот чудеса. Если бы не пересаживать, у меня, знаете, вот вы видели в питомнике, он осенью, там будут сотни килограмм яблок, груш, абрикосы, прям питомники. Второй, третий год, уже полное цветение. И больше никто в стране так не умеет. Ну, мы наслышаны про вас, да, как бы. А секреты простые. Ну, 300 рублей не деньги, а для кого-то деньги. Я никогда не обижаюсь, когда отказываются покупать. Люди, не ответили на неначу. У меня дисковода нету такой. А это взаимовзять на пару вечерков. Это же самое, ноутбуки, все, делов-то. Другое дело, желания нет, тут уж ничего не поделаешь. Правильно. Вот. А так вам предоставили готовый материал. Посадили. Я в прошлом году привила. Смотрите, садить будете вот так. Посадили и забыли. Вот я посадил, видите, это я себе садил, новая сорта. А точечки у вас, вы себе-то не рисуете, да? Я же пересаживал, я сразу смотрю, ага, это веточка с юга, это с севера. Зачем я точку буду ставить, если я, я и так знаю. Вот смотрите. По-моему, у меня одна была, а ну ладно, не буду показывать. Точку я уже показывал. Сильнейшая обрезка, так, посадка на холм, здесь всего лишь одна тележка. Значит, зола по периметру, ямка, ямка только по размеру корней, только лишь. И желательно, чтобы дерн вообще был вот этот не тронут. Там полностью инфраструктура. Там черви, все сделали, аэрацию, вентиляцию, канализацию, все готово. Только посадили. Вот этот дурь, уже сразу вот с вас, знаете, как на Украине говорят, сусит с тобой фляжка. Это значит, с тебя бутылка. Только за то, что я вас, яму не заставляю метр на метр на метр копать, набивать ее всяким дерьмом. Вот. А вот вся посадка. Несколько минут. Ну вот, достаточно вам рассказал. Вокруг только золото. А эти железо кидают, это тоже? Можно? Вы знаете, вы химик, вы знаете, что есть земля кислая, есть земля щелочная, есть земля что-то среднее. То есть, PH разный. Так это вы знаете. Вот. Заранее не зная, так, делается так. Садится в обыкновенную землю, но земля берется ниже дерна, там, где она уже пролежала тысячи лет. Я ее называю стерильная. Вот у меня там есть специальный котлованчик. Не у меня, а у Сергея. У вас в этих, вы взяли в горшках, там уже земля стерильная. Никаких удобрений, тем более те, которые гниют. Это не клоак, это не туалет. Это означает, что, вот я, мой любимый пример. Берете, поранили пальцы, а теперь ту яму, которая предназначена для дерева, и куда, это, минеральное удобрение, органический там, навоз, перегной, суньте пальцы, и у вас что будет? Столбняк у вас будет. Такой же столбняк у дерева. Дерево гибнет, а зачем ребенка месяц покормить шоколадом, и он умрет. Только шоколадом. Вот так же здесь придумали. А на самом деле земля должна быть стерильная, в ней все процессы гнилостные, закончились тысячи лет. И мы эту землю берем и садим именно сюда. А вы спросили, железо, да, вот знаете, что же здесь, хотите, я вам тут сейчас покопаюсь, найду гвозди. Но отступил в сторону, потом дерево возьмет столько, сколько ему надо. А когда берется, а давайте 50 на 50 перегной, уже смертельно, уже проверено. Тем проверено, догадайтесь с первого раза. Понятно. Поняли. Ну вот так. Благодарю вас. Ага, запись идет. Помашите всем рукой. Желаю вам удачи. Ведать вашему саду. И вам тоже. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok